Тина Кароль – одна из самых загадочных личностей в украинском шоу-бизнесе. Она открыта к публике, но есть темы, которые категорично ее личные. Например, личная жизнь. Потеря мужа стала для певицы таким ударом, что в личную жизнь она не впускает больше никого. Даже сейчас, спустя почти 10 лет. Но мы решили узнать, какой была личная жизнь самой обсуждаемой украинской звезды Тины Кароль до и после ее законного мужа. Несмотря на то, что звезда и пыталась ее скрыть, но шила в мешке не утаишь. Подписывайтесь на канал «Одна минута» и мы расскажем, кто был первой любовью Кароль и кто живет в ее сердце сейчас. Поехали! 36-летняя певица Тина Кароль знакома миллионам преданных слушателей. В 2022 году надеется найти вторую половинку. Стать любимой и наконец-то снова полюбить. Такое желание артистка загадывает каждый Новый год. Но сбудется ли оно? Помимо единственного и любимого мужа, у Кароль еще были так называемые истории любви. О своей самой первой влюбленности исполнительница хита «Скандал» поведала еще в одном из выпусков проекта «Голос Диты 3», где звездные тренеры рассказали о своей первой детской влюбленности. Кароль призналась, что впервые она влюбилась в 14 лет в вожатого в детском лагере. Но он вообще не обращал на нее внимания. Сейчас Кароль даже не вспомнит, как его звали. Тем не менее, своей первой любовью считает именно его. Так когда же у знаменитости был первый серьезный роман? Правильная девочка Кароль решилась на отношения в 18 лет. Его звали Дмитрий Тубальцев. Мужчина был вторым режиссером мюзикла «Экватор», где тогда еще никому не известная студентка, но будущая звезда с миллионной фан-армией Татьяна Либерман исполнила роль Маргарет. У Татьяны и Дмитрия были на первый взгляд очень серьезные отношения, и все шло к свадьбе. Вместе пара прожила три года. Причиной расставания стали измены Тубальцева. Прямо перед новой волной Либерман застала своего возлюбленного в порыве страсти с другой девушкой. Сейчас Кароль и Тубальцев никак не контактируют. Не виделись они уже более 12 лет. В студенческие годы у Кароль был молодой человек по имени Олег. Кто он, как они познакомились и почему расстались, ничего из этого общественности неизвестно, так как как раз в то время звезда еще была не очень популярной, следовательно за ней не следили. Об этом романе Либерман заявила на своем самом первом звездном выступлении в караоке на Майдане в далеком 2005 году. Есть версии, что речь шла о продюсере, певице Олеге Черном, однако это лишь предположение. После Олега у Тины был мужчина по имени Кирилл. Да, Кароль – женщина с опытом. Певец Кирилл Туриченко покорил сердце будущей звезды своей харизмой и уверенностью. На тот момент артистов объединяло то, что они вместе принимали участие в отборе на Евровидение 2006. Даже конкуренция не помешала этим романтическим отношениям. Однако молодым звездам приходилось скрывать свою связь от продюсера Олега Черного, который был категорически против отношений в коллективе и к тому же сам имел некие планы на Кароль, но в итоге получил отказ. После этих случайных и не очень продолжительных связей в далеком 2007 году Кароль встретила Евгения Агира. Сначала он ей не очень понравился, однако знала бы тогда певица, что все последующие песни в ее альбомах будут для него. С будущим супругом Евгением Агиром Тина познакомилась в 2007 году на телеканале М1, где он работал исполнительным продюсером. Евгений стал ее продюсером и занялся продвижением. На момент встречи у Кароль был непростой период в жизни. Она поссорилась и со скандалом разошлась с бывшим продюсером, поэтому у нее были проблемы, а Агира единственного звезда решилась впустить ближе, чем остальных, и не ошиблась. Свадьбу пара сыграла в 2008 году. Сюжет этой истории любви уже всем известен. В 2013 году женское счастье артистки с треском обрушилось, когда ее мужа не стало из-за онкологии. С тех пор уже состоявшаяся звезда Миллионов замкнулась в себе. Переживала эту трагедию только с самыми родными, а позже спасалась творчеством, ведь так учил ее покойный муж. Но время лечит, и поэтому в 2019 году Кароль улечили в романе с певцом Даном Баланом. Официально подтверждения данная информация не нашла. А как вы считаете, Тина Кароль действительно до сих пор одинока, потому что не смогла никого полюбить после утраты мужа? Или она просто скрывает свой роман? Пишите в комментариях свое мнение и смотрите на нашем канале 1 минута видео о том, какой же диагноз поставили врачи певцу Олегу Виннику.